Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, проблема с попелом человека – проблема общая. И не мне рассказывать онкологам, что прогресс, к сожалению, такой отрицательный прогресс в увеличении числа онкологических заболеваний, он совершенно чётко прослеживается. И по прогностическим данным к 2030 году это будет одна из ведущих причин смерти и обгонит по чистоте такие стандартные причины, как сердечно-сосудистые заболевания. То, что злокачественные заболевания, ассоциированные с целым рядом вирусных, ну а может быть и не только вирусных инфекций, стало понятно уже очень давно. Но если вы помните, вот наш соотечественник Илья Ильич Мечников, он уже высказывал такое предположение, что причины злокачественных опухолей приходят извне и попадают на почву организма, особенно благоприятную для их развития. То есть сочетание двух факторов, внешнего и внутреннего, приводит к тому, что формируются онкологические заболевания, считал Мечников. И действительно, такие первые подтверждения были получены достаточно рано. Вы видите, в 1911 году уже были получены данные о злокачественной вирусной теории опухолей. Нельзя не упомянуть и доктора Шоупа, который впервые описал как раз доброкачественные папилломы и впервые заговорил тогда о таких заболеваниях, о выявленных ему кролика, которые как раз и были связаны с вирусом папиллома человека и давали злокачественные заболевания. Ну и, конечно, наш с вами соотечественник Лев Александрович Дильбер, в общем-то, создатель теории вирусного происхождения опухолей, которая на сегодняшний день прекрасно подтверждена Харвис Цюрхаузен получил Нобелевскую премию именно за роль вируса папиллома человека в развитии рака шейки матки. На сегодняшний день общее количество заболеваний, связанных с этим вирусом и смертности, оно оценено практически по всему миру, и вы видите, что наша страна... Действительно, в 2016 году было взлетено практически 9 миллионов смертей, связанных с этой инфекцией. Глобальный груз враков вообще, связанных с инфекцией, тоже неоднократно оценим. И одна из последних публикаций 2020 года говорит о том, что 90% инфекционно обусловленных злокачественных заболеваний, они связаны с несколькими инфекционными агентами. Это хеликобактер пилори, это раки 12-перстной кишки, рак желудка. На сегодняшний день проходят клинические исследования вакцины против хеликобактер пилори в мире. Это, конечно, вирус гепатита B, который мы можем предупреждать с помощью иммунизации. И вакцинация детей с периода новорождённости действительно это один из действенных факторов, который может позволить предотвратить полностью развитие раков печени, связанных именно с этим вирусом. Это гепатит С, но здесь у нас с вакциной, к сожалению, не очень хорошо, зато существуют определённые варианты лечения. И это, конечно же, вирус пилома человека. В целом считается, что до 4,5% злокачественных заболеваний в мире ассоциировано с вирусом пилома человека. Вирус пилома человека относится к первой группе, если мы будем говорить о классификации вирусов. Ну, вы здесь видите классификацию вирусов, содержащих ДНК. Это как раз первый класс. Размеры его не очень большие, размножаются он в ядре клетки хозяина, имеет особые такие свойства не повреждать клетку. Немножко мы об этом вспомним, что и определяет специфичность того заболевания или тех заболеваний, которые он провоцирует у человека. Это достаточно большая группа вирусов, которые характерны не только для человека, но и для животных. И называют у них также серьёзные... Распространены вирусы пилома человека очень широко. И их проявления, как незлокачественные, скажем, бородавки или аногенитальные кандиломы, они описаны очень давно. Ну, вы видите, даже методом ПЦР был выделен вирус пилома человека 18-го типа, 16-го века. Это 5 видов, 27 видов и более 170 типов. Естественно, существуют определённые генетические сходства у вирусов, включённых в один и тот же вид. И вы видите, что, скажем, для вируса 6-го типа характерно, что в него 6-го вида входит целый ряд других вариантов вируса, точно так же, как, например, для 16-го типа. Это очень важно, и это определяет некоторое формирование некого перекрёстного иммунитета, когда мы проводим иммунизацию. Хотя при вакцинации на перекрёстный иммунитет не принято рассчитывать. Всё-таки для нас чрезвычайно важно, чтобы формировался активный иммунитет конкретному возбудителю, который включён в вакцину. Но это генетическое сродство, оно, конечно, даёт определённую защиту, перекрёстную защиту, когда мы профилактируем тот или иной вариант. Кроме того, надо сказать, что вот это деление вирусов папилломы человека на высокоонкогенные и низкоонкогенные, оно несколько условно, потому что и низкоонкогенные типы могут давать развитие онкологических заболеваний в редких случаях или проявлять себя в клинические, ну, практически как злокачественные. Потом покажу вам некоторые фотографии. В то же время не всегда инфицирование вирусом высокоонкогенного типа, конечно, приводит к развитию онкологических заболеваний. Ещё один вирус, на который сразу было обращено внимание, когда ассоциировали вирус папилломы человека с раком шейки матки, это вирус 18-го типа, так же как вирус 16-го типа. И здесь вы видите тоже, что для этого типа характерно наличие генетического сродства с целым рядом других. Да, и поэтому, опять же, возможно формирование некого перекрёстного иммунитета. На сегодняшний день структура вируса папиллома человека хорошо изучена, выделяя этих белков, она, в общем, совершенно различна, и она обеспечивает как проникновение вирусов внутрь наших клеток, репликацию, сборку, так и в дальнейшем уходят из неё инфицированных следующих клеток. Интересно, что вирус очень своеобразный, и сейчас мы увидим это, он не является тем вариантом вирусов, которые разрушают наши клетки. Он живёт в нашей клетке и живёт достаточно длительно. Первая фаза инфицирования связана с тем, что идёт размыкание кольца ДНК и внедрение в ядро клетки, где часть генов в виде матричной РНК способствует тому, что дальше будет происходить синтез белков вируса внутри нашей клетки. Надо сказать, что ряд белков, как вы видите, это ранний седьмой и шестой белок, нарушают ещё и функцию белков клетки, отвечающих за её деление и за контроль этого деления, в связи с чем клетки, инфицированные данным вирусом, приобретают способность к неконтролируемому делению и накоплению, соответственно, мутаций в своём собственном материале. При этом надо сказать, что вот это внедрение ДНК-вирусов в наши собственные, ДНК наших собственных клеток, это совершенно характерный механизм и довольно, по-моему, около 11 даже процентов антигенного строения нашей ДНК, оно ассоциировано с провирусами, с вирусами, которые когда-то инфицировали человека. Надо сказать, что с этим связывают, например, нашу память, поэтому нельзя сказать, что воздействие вируса на нашу ДНК или возможность мутации всегда негативно нет. Есть какие-то и позитивные. Но в случае вируса по-моему, человека, это, конечно, явно совершенно негативный вариант. И, наконец, третья фаза, это когда наши клетки переходят из шиповатого слоя в зернистые, синтезируют очень активно уже ДНК вируса, экспрессируются поздние белки вируса, и они уже отвечают за сборку тех антигенов, того капсида, который наработала наша собственная клетка. В результате, после того, как клетка гибнет, зрелые вирусы выходят из неё и инфицируют следующие клетки. Надо отметить, что антиген белки вируса не приводят к апоптозу. Они не ускоряют, что называется, смерть наших собственных инфицированных клеток, что позволяет им достаточно долго в них существовать. Кроме того, ранние белки ВПЧ вируса подавляют экспрессию то-лайк-рецепторов, те, которые должны, в общем, отвечать за запуск иммунного ответа, и подавляют синтез интерферона, что, естественно, мешает нашему организму сопротивляться вирусной инфекции. Здесь схематично нарисованы все эти этапы проникновения ВПЧ вируса, его размножения, и, наконец, выход из клетки для того, чтобы инфицировать следующие клетки. И вы видите, что этот процесс достаточно длительный, и, соответственно, он по времени составляет то время, которое необходимо нашим собственным клеткам для того, чтобы их жизненный цикл прошёл до их завершения практически 6-12 недель, то есть до 3 месяцев. В связи с изученным патогенезом и тем, как ведёт себя вирус, проникая в клетки эпителия нашего организма и организма животных, был ли сделан целый ряд выводов о том, что же это за вирусы. Это строго эпителиотропные вирусы, они поражают базальный слой эпителия, ну, или кожи, или слизистых, при этом они, как вы видите, могут проникать в любые по региону эпители. жизненный цикл чётко совершенно ассоциированы, связаны с жизненным циклом наших клеток, и вирус этот в связи с тем, что не происходит разрушение клетки, практически не проникает в кровь, что приводит к очень невысокому специфическому ответу, как к моральному, так и к клеточному, потому что именно беремея является одним из факторов, который способствует формированию высокого иммунного ответа при инфекции, и не разрушает клетку, то есть не вызывает процессов воспаления, что опять-таки приводит к недостаточно высокому иммунному ответу. Иммунный ответ на естественную инфекцию, изучавшийся и у мужчин, и у женщин, он, как вы видите, невысокий, и при этом у мужчин даже меньше, чем у женщин. И длительность сохранения иммунного ответа, вот почему изучались эти четыре типа, мы в дальнейшем с вами еще раз посмотрим и вспомним, что первые два ответственны за так называемые незлокачественные варианты данного заболевания на за гендиломы, а два вторых считаются высокоонкогенными, как раз ассоциированными с злокачественными заболеваниями. Как вы видите, что уровень иммунного ответа во-первых, невысокий, через два года после инфицирования у мужчин практически нет, и у женщин то же самое, он довольно быстро исчезает. Поэтому после естественной инфекции в связи с тем, что не сформирован такой длительный иммунитет, возможны реинфекции и, соответственно, это может закончиться уже и неблагополучно. Кроме того, что сам вирус определяет и способствует своему длительному существованию в нашем организме и репликации определенные возможности или определенные вернее свойства нашего организма тоже этому способствует. Каковы механизмы передачи инфицирования вирусом по другому человеку? Сегодня совершенно точно изучены сексуальные контакты. Это как связанные с проникающим контактом, так и нет. и на сегодня очень широко обсуждаются пути вертикального передачи от матери к младенцам. Большинство инфицированных, естественно, не знают о том, что они инфицированы и могут непреднамеренно стать источником заболевания здоровых людей. Фактором риска является юный возраст. Чем более младше возраст у мужчин и у женщин, девушек и юноши, тем, естественно, быстрее происходит инфицирование и число партнеров тоже играет большое значение. Надо сказать, что в первые же годы изучения рака шейки матки было показано, что в ряде регионов мира, там, где традиционным является циркумцизия заболеваемость, женщин рака шейки матки меньше, ниже, чем в тех регионах, где это не используется. И поэтому отсутствие циркумцизии тоже относит к факторам риска. Существуют и другие кофакторы риска, которые снижают иммунный ответ нашего организма, а это, естественно, способствует более частому инфицированию и развитию заболеваний. Это различные воздействия окружающей среды, в том числе курения, это приемы иммуносупрессивных средств или иммуносупрессия первичная или вторичная, но и не просто так, на сегодняшнем симпозиуме выделен отдельный доклад про ВПЧ-инфекцию ВИЧ-инфицированных людей. В каком же возрасте происходит инфицирование наиболее ранним и в каком возрасте заражаются? Ну вот, извините за такую карикатуру, но тем не менее, она еще и характеризует другую ситуацию. Почему так рано происходит инфицирование, а родители зачастую считают, что рано детей прививать, скажем, в возрасте 10-11 лет против первого человека? Ну, к сожалению, опросы, которые когда-то проводились по тому, каково поведение детей, что знают об этом поведении родители, показывают, что ровно в половине случаев родители недооценивают то, чем занимаются их дети, взросление своих детей. Это касается не только, скажем, сексуального поведения, это касается и работы в интернете. Зачастую родители считают, что их дети не интересуются интернетом или не интересуются какими-то вопросами, которые как раз по опросу детей их очень волнуют. Так вот, сексуальные данные, по данным Соединенных Штатов, сексуальное поведение детей действительно свидетельствует о том, что, как говорила когда-то профессор Ченко из Панет Академии наук Уварова, главный детский акушер-гинеколог, что подросток это взрослый с головой ребенка, и поэтому он недооценивает риски своего поведения, отсюда стремление воспроизвести взрослую жизнь, не понимая ее опасности. Поэтому, как вы видите, довольно рано дети, подростки свидетельствуют о том, что уже идет у них активная сексуальная жизнь. И, естественно, что с течением времени этот фактор становится все более значимым, и, соответственно, риск инфицирования год от года, начиная с подросткового и даже предпубертатного возраста, существенно увеличивается. По данным различных стран, считается, что с 12 до 14 с половиной лет инфицированность с вирусом папиллома у человека у подростков увеличивается в 8 раз. Но наши дети ничуть не отличаются от детей другого мира, и исследования, которые проводились для наших подростков, дают совершенно те же самые цифры. Ну, а здесь несколько другой аспект, который подтверждает то же самое. Это определение антител у молодых женщин и у юных девочек, девушек, начиная с 10-ти летнего возраста. И вы видите, что уже 13-15 лет это тот возраст, когда начинают появляться антитела, уже определяются антитела, следовательно, инфицирование уже происходило, и это опять-таки подтверждает очень раннее начало инфицирования, следовательно, необходимость более раннего предупреждения этой инфекции, потому что золотым правилом иммунизации является профилактика до инфицирования, она тогда наиболее эффективна. Кумулятивный риск инфицирования вирусом попилом у человека у мужчин и у женщин, как вы видите, существенно нарастает с возрастом, но для женщин наиболее характерно, конечно, это юный возраст, ну а у мужчин существенного различия по возрасту нет, то есть инфицирование возможно в любой период времени. Риск заболевания в соответствии с инфицированием был изучен для рака шейки матки очень хорошо, и существует четкий совершенно перекрест, понятно, потому что должно пройти время, прежде чем эта инфекция проявит себя как онкологическое заболевание. Ну и вы видите, что если инфицирование это ранний возраст, то онкологические проявления уже несколько более старший возраст. Хотя в последние годы четко отмечается уже рака, и рака шейки матки в частности, связанное с более ранним инфекцированием. Если говорить о распространенности ВПЧ-инфекции, она считается одной из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем. Распространенность средняя это порядка 10% населения, но показано, что до 80% женщин заражаются в течение жизни, и треть из них высоко антогенными типами вируса. И даже при наличии единственного сексуального партнера риск заражения достаточно высок. До половины людей, имеющих одного сексуального партнера, в любом случае могут инфицироваться. Если мы будем говорить о распространенности у мужчин, то по данным Всемирной организации здравоохранения, это позиционная статья ВОЗ, посвященная вирусу папиллому человека, мужчины старше 18 лет, 24 инфицированы вирусом папиллому человека. При этом в зависимости от региона это может быть от 1 до 84%. То есть, как мы с вами видим, это инфекция чрезвычайно распространенная и характерная как для женщин, так и для мужчин. И уровень инфицированности абсолютно сравним, если даже у мужчин не превышает. Что же такое ВПЧ-инфекция? Сегодня мы можем ее определить как вирусное заболевание с латентным течением в ряде случаев прогрессирующим, передающиеся половым и контактным путем и имеющие клинические проявления в виде доброкачественных и злокачественных новообразований. Уровни распространения по регионам мира несколько различаются. И в среднем уже, как мы видели, это и под семейной организации здравоохранения 10-12%. В большей части, конечно, инфицирование отмечается на сегодняшний день в регионах и там же отмечается высокая скорость. Итак, клинические проявления этой инфекции. Это персистирующая инфекция, которая заболевание различной локализации, генитальные кандиломы, респираторно рецидивирующие патиломы, а то с поражением кожи. Почему изначально такой был акцент сделан на двух высоконкогенных типах в 16-18? Опять-таки, это было связано с раком шейки матки. Оказалось, что 50% случаев этого заболевания ассоциированы именно с этими двумя типами. Ну, из тех, что вообще позитивны по вирусу патиломы человек. Но когда стали в дальнейшем изучать распространённость и ассоциацию вируса патиломы человека с другими онкологическими заболеваниями, то оказалось, что для целого ряда других заболеваний может быть ассоциация с этими двумя типами ещё более высокая. Ну, обратите внимание, пожалуйста, рак полового члена 63%, очень близко к раку шейки матки, орфорингальные раки, которые преимущественно в 90% случаев анальный рак характерный как для мужчин, как для женщин, это более 90% случаев. Поэтому на сегодняшний день даже появились исследования о том, что некоторые формы рака лёгкого, некоторые варианты рака желудка тоже ассоциированы с вирусом патиломы человека и в частности с этими двумя типами. доля ВПЧ ассоциированных раков в зависимости от половой принадлежности мужчин и женщин. Надо сказать, что для мужчин это настолько же серьёзная ситуация, ну, может быть, конечно, в абсолютном количестве чуть меньше дают данные американцы, но тем не менее 12 тысяч случаев раков было зарегистрировано как ассоциировано более распространённым раком в шейтмарке, конечно, количество больше. Но обратите внимание, орофарингеальный рак, я уже говорила, это в основном, естественно, мужчина. Ну, понятно, что рак пениса и это только мужская патология, естественно, но и раканусы это с той же долей, с той же частотой, как и у женщин. И оценивать данные вот за 4 года, которые представлены в данной статье, то мы можем с вами посмотреть, что все орофарингеальные раки, конечно, это преимущественно мужчины. Ну, и другие варианты раков у мужчин, они тоже, понятно, достаточно широко выявляются и диагностируются. Опять же, не буду читать в отношении рака шейки мат, хотя здесь очень чётко прописаны вот эти ассоциации с такой перекрёстной зависимостью ещё и от тех вариантов, которые входят в тот или иной вид, касающийся генитария и рака шейки матки. Но обратим внимание на мужчин. Рак пениса 13 тысяч случаев является связанных за один и тот же период времени, когда проводилось исследование по данным этой статьи. Рак головы и шеи – это огромнейшее количество, как вы видите, более 38 тысяч случаев, и, как мы уже с вами упоминали, что это в основном мужчины. И поэтому вклад вот этих двух вариантов высокотехнических типов существенен для того, чтобы говорить о том, что это патология, вирусная патология, которая должна быть профилактируема не только у мужчин, но и у женщин. Ну и ещё раз, вот эти 16-18 типы, опять же, кумулятивные данные за несколько лет, если говорить о женщинах, то цервикальный рак 66%, орофорингеальный 62% и рак пениса 62%. Те же самые 16-18 типы. Аналогичные исследования, подтверждающие то же самое, подтверждающие, что и для мужчин, и для женщин и 16-18 типы это основных два возбудителя, два варианта вируса папиллома человека, которые определяют злокачественные заболевания, определённая совершенно локализация, о которой мы говорили. Но тут же даются данные и о не злокачественных вариантах. Это генитальные гондиломы и рецидивирующий респираторный папилломатоз. 6-й и 11-й тип считаются ассоциированными с этими формами заболеваний. И, извините, пожалуйста, и мы видим, что и для женщин доля этих двух возбудителей абсолютно генитична. Именно сказать, что эти исследования неоднократно проводились, и публикации эти постоянно и в более поздних публикациях, посвящённых ассоциациям ВПЧ различных вариантов вируса в зависимости от сайта патологии и в зависимости от гендерной принадлежности. Наиболее хорошо, конечно, на сегодняшний день изучен был рак шейки матки, и именно за открытие роли ВПЧ вирусов, как я уже говорила, при развитии рака шейки матки, Харальд Сюрхаузен получил свою Нобелевскую премию. Если говорить о спектре тех вирусов попелома человека, которые находят у женщин, страдающих раком шейки матки, вот они, эти 70% связанные с ВПЧ 16-18 типом. Здесь мы видим еще целый ряд вирусов. На сегодняшний день вы знаете, что есть 9-ти валентная вакцина, подавать в прямую защиту этой инфекции. И эта вакцина используется как у мужчин, так и у женщин, вернее, как у девушек, юных, так и у юных мальчиков, и включена в календарь приемов, например, в Соединенных Штатах независимостью от гендерна. Понимая роль рака шейки матки в патологии женщин и достаточно высокий уровень смертности вот этой патологии, в 2020 году, несмотря на то, что идет пандемия коронавирусной инфекции, ВОЗ опубликовала стратегию, стратегию ликвидации рака шейки матки, которая до показателей 14 тысяч в 2030 году. За счет чего? За счет того, что 90% девочек должны быть привиты к 15 годам, 70% женщин должны быть скринированы и 90% из них должны получать раннее лечение. Речь идет в основном сейчас о иммунизации женщин, но вот Ольга Витальевна, которая будет делать доклад после меня, она покажет, что вакцинация эффективна и нужна и тем, и другим, и мальчикам, и девочкам, и юношам, и девушкам, но если мы добьемся хотя бы 8, я уж не говорю, а 9, позитивно скажется и на снижении заболеваемости инфицирования мужчин. Ну вот необходимость такой стратегии в мире, она была обусловлена увеличением числа смертельных исходов, связанных с раком шейки матки, и прогнозом, что к 30-му году это будет вообще 400 тысяч случаев ежегодно, и если не проводить такую профилактику ТОК к 2070-му году, это будет более чем... Такая стратегия была оценена как на сегодняшний день первая ласточка, которая позволяет говорить о возможности предупреждения профилактики рака шейки матки, не рака шейки матки, а вообще онкологических заболеваний. Ну и еще раз покажу, как красиво это демонстрируется, что мы должны добиться или как мы должны проводить эту стратегию. Естественно, что эффективность иммунизации должна быть оценена, и данная стратегия предлагает еще и методы оценки. Это вообще инфицирование вирусом папиллом у человека, это снижение количества генитальных кандилом на ранних стадиях, а затем это профилактика предраковых состояний и, наконец, раковых заболеваний. Для нашей стороны эта стратегия тоже чрезвычайно актуальна, потому что вы видите данные по заболеваемости в сравнении с миром. Здесь чем более темный цвет, тем все более благополучно имеется в виду зеленый, и чем ближе к красно-коричневым, тем хуже. А это смертность. Смертность, соответственно, то же самое, цветовая гамма обуславливает или ассоциирована с показателями смертности, и вот цвет нашей страны. Россия занимает одно из, к сожалению, верхних мест среди Европы, как по заболеваемости, так и по смертности от рак шейки матки, и, в первую очередь, к сожалению, молодые, 16-44 лет. При этом, по данным исследования Лопухова, если на протяжении определенного возрастного периода количество злокачественных заболеваний несколько, может быть, снижается, то в отношении рака шейки матки идет нарастание, и в целом по Российской Федерации мы видим совсем неутешительные данные. Надо сказать, что не только при злокачественных заболеваниях или предраковых заболеваниях выделяются эти 16-18 типы, но у женщин с нормальной цитологией естественно не определяются, но тем не менее, как вы видите, насколько увеличивается доля выделения при появлении предрака, при отсутствии этой стратегии чрезвычайно серьезной, и опять-таки это одно из обоснований того, чтобы такая стратегия была в мире принята. если говорить о том для нас 16-18 лет, потому что зачастую, когда говоришь о акцинопрофилактике, основное возражение, что может быть у нас совершенно другие варианты вируса по прямому человека, связанные с развитием заболеваний, благокачественных заболеваний. Вот здесь вы видите данные по различным странам, по различным контингентам, и может меняться соотношение 16-18 типов в их вкладе в развитие злокачественных заболеваний, но тем не менее это два ведущих компонента, те, от которых мы можем защитить на сегодняшний день нашу молодежь. Аналогично то, что я уже показывала в виде таблицы, представлено и в виде графика, где говорится о том, какова частота различных сиротипов вируса папиллома человека, выявляющихся при нормальной цитологии и при появлении предраковых заболеваний. Другая локализация онкологических заболеваний и вируса папиллома человека это рак головы и шеи. Ежегодно в мире, как вы видите, диагностируется огромное количество случаев рака ротовой полости, рака глотки, и более половины от числа впервые выявленных такую же долю дают те, кто умирает. Конечно, это не от впервые выявленных, наверное, а от предшествующих еще лет, но тем не менее количество, ровно половину от того, что вновь выявляется. И для 20% случаев это ВПЧ-инфекция, а там вы помните среди самой ВПЧ-инфекции какова доля 16-18 типов пениса и орфарингеальной раки. И их связь с вирусом попелом у человека и чистота. И в одном из журналов тоже стадии по орфарингеальным ракам подчеркивает опять же руль все дохожа 16-го сиротина. По данным Российской Федерации, к сожалению, не только данные 17-го года, мы тоже с вами видим влияющую на эти заболевания связь с вирусом попелом человека, какую летальность они дают. если говорить о раке головы шеи у мужчин, то мы с вами по данным Российской Федерации и Москвы видим, что это достаточно высокий показатель, но для того, чтобы какое-то представление иметь для людей, для врачей, которые не связаны с инфекционными заболеваниями. Я хочу сказать, что постоянно проводимая иммунизация против кори приводит к тому, что у нас заболеваемость с лучшими годами более высокая, но тем не менее это менее 5 на 100 тысяч, а заболеваемость наиболее распространенной инфекции, как люшин, это 11 на 100 тысяч. И посмотрите, пожалуйста, каков показатель. Те же самые показатели. Там мы проводим массовую профилактику, чтобы предупредить смертельные исходы от этой инфекции у младенцев, скажем, а смертельные исходы в Российской Федерации от коклюша регистрируются в единичных случаях. А здесь при той инфекции, когда смертность очень высокая, к сожалению, нет. Ну и в отношении рака наружных половых органов и вируса папиллома человека, как вы видите, 43% от числа всех ассоциированных раков наружной гениталии были ассоциированы с 16-18 типами. И у мужчин мы можем увидеть и то, о чём я уже вначале говорила, что даже невысокоонкогенные варианты 6-11 выявлялись при онкологических заболеваниях наружных половых органов. Кроме того, в последнее время довольно большой интерес представляет связь или изучение связи инфекции вируса папиллома человека с бесплодием. Это касается и мужчин. В данном исследовании было показано, что инфицированные вирусом папиллома мужчины имеют существенно более низкую подвижность сперматозоидов и это приводило к бесплодию, рассматривалось как одна из причин бесплодия. Неонкогенные варианты заболевания связанные с вирусом папиллома человека это ангенитальные кандиломы. В Российской Федерации официально регистрируется, как вы видите, не очень большое количество по сравнению с населением, потому что если мы сравним с другими странами, где население меньше или больше, то мы увидим насколько соотношение выявляемых случаев выше. по возрасту, естественно, чем более молодые пациенты, тем, может быть, чаще, как мы, и в отношении остальных локализаций, чем более молодые, тем больше они, естественно, дают и такую форму реализации ВПЧ-инфекции. И здесь доля мужчин, ну, конечно, несколько меньше, чем у женщин, а может быть, это связано с тем, что выявление просто у женщин легче или женщины чаще, может быть, обращаются. А вот это данные, которые представлены были в кандидатской диссертации доктора Лопухова за 2005-2016 год, они свидетельствуют о том, что и, во-первых, молодежь, и, естественно, женщины уже так же, как и во всем мире, то есть мы ничем не отличаемся. А вот это одна из последних статей, публикованная по данным исследования, проведённого специально о распространённости генитальных кандилом. И вот здесь мы уже видим, что профессор Прилепская и профессор Гомберг, они получили совершенно другие данные, они получили, что и у мужчин, и у женщин достаточно одинаковая заболеваемость генитальными кандиломами. То есть, когда прицельно проводятся исследования, то никаких различий статистических мы в этих данных уже не видим. Ну и то, что генитальными генитальными не всегда являются доброкачественным проявлением этого заболевания, помимо истинных онкологических форм, мы можем увидеть вот такие проявления уже в очень раннем возрасте. Конечно, это характерно для людей с амондефицитными состояниями, но тем не менее это весьма тяжелое заболевание, которое ничуть не менее трагично может по своим последствиям быть, чем истинно онкологическое заболевание. Шестной и одиннадцатый тип, как вы видите, выявляют и у женщин как причину предраковых и раковых заболеваний, но, конечно, основная доля это генитальные кандиномы и рецидивирующий респираторный папилломатоз гортани. Если говорить о рецидивирующем респираторном папилломатозе гортани и его роли, то и для мужчин, и для женщин она, как мы видели с вами, совершенно одинаковая. У младенцев появляется практически сразу и женщины, инфицированные вирусом папиллома человека шестого-одиннадцатого типа, первую шесть одиннадцатого типа, двести раз чаще дают или имеют детей родившихся с респираторным папилломатозом. Тяжелейшее заболевание, требующее повторных оперативных вмешательств, требующее серьезной специализации. И что оказалось? Что действительно доказана перинатальная трансмиссия вируса папиллома человека. он при обнаружении у женщин обнаруживается в плаценте и затем у младенцев, родившихся в первые три месяца жизни. Исследования проводили неоднократно в Финляндии, общественно, в скандинавских странах. Оказалось, что полностью сопоставима практически на 60% инфекция у новорожденных детей и их матерей. И это подтверждает как возможность перинатальной передачи, так и возможность более позднего постнатального заражения, ну и по различным вариантам инфицирования. Как вы видите, на слизистой оболочке рта и гениталий в ПЧ вирусы обнаруживаются от 4 до 87% случаев у детей, жденных инфицированными матерями. При этом эпидемиологическое исследование выявило, что у детей раннего возраста в ПЧ находят как на этой лиге рта, так и виден анно-генитальной области и в целом и там и там. 20% носителей вирусов выявленных у детей в раннем детском возрасте это различные варианты вирусов, которые могут быть причиной онкологических заболеваний. Это вирус гепатита В, вирус гепатита С. 5% из них составили вирусы папилломы человека, которые как при перинатальном контакте, так и в последующем могли попасть к ребенку. И в результате это приводит в дальнейшем к возможности развития у этих детей и злокачественных заболеваний. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что лечения в ПЧ специфического не существует, и поэтому огромная роль принадлежит как раз профилактике. профилактики не специфической и в виде вакцинации. Всемирная организация здравоохранения делала первоначально акцент только на профилактике рака шейки матки, но в дальнейшем все больше и больше появляется рекомендации по тому, что нужно профилактировать в целом ВПЧ инфекцию. И вакцина профилактика не рака шейки матки, а вакцина профилактика ВПЧ-инфекции, а поэтому эта профилактика, она характерна, идентична совершенно как для мужчин и женщин, и девочек, и мальчиков, вне зависимости от гендерной принадлежности. Если мы будем говорить о мужчинах, то для мужчин это, конечно, предупреждение и аногенитальных кандилом, роль которых велика, и возможного респираторного папилломатоза, и различных злокачественных заболеваний, как орофрингиальной области, так и, ну а кроме того, конечно, ещё и защита женщин от инфицирования. Поэтому заканчиваем, мне хочется сказать, что это серьёзная инфекция, инфекция с опасными осложнениями, инфекция, которой мы можем заразиться очень рано, и для того, чтобы профилактика этой инфекции осуществлялась качественно, мы должны, конечно, очень активно убеждать в необходимости гендерной независимой широкой иммунизации. Ну и роль в этом отношении медиков чрезвычайно велика, это плакат Всемирной организации здравоохранения к Европейской неделе иммунизации, что именно медики – это тот источник информации, который позволит нам быть защищёнными и нашим детям быть в дальнейшем здоровыми. Спасибо за внимание. Продолжение следует...